Приветствую вас, меня зовут Ирина. Сегодня обзор новинки Skin Pro Sonic 3 в 1. Эту новиночку мне подарили в Токио. Несмотря на то, что прошел практически месяц, я не спешу вам записывать видео, потому что хотела попробовать протестировать этот аппарат. Также сравнить с аппаратом Skin Pro, который у нас до этого выходил. Плюсы и минусы, чем они отличаются. Кроме этого, поговорим, зачем вообще нужен этот аппаратный пилинг, кому он подходит, кому он категорически запрещен. Вы сделаете только вред своей коже, поэтому внимательно изучите это. Это первые кадры с Японии. Я приехала из дома, в Токийском парке, окна выходят сюда, балкон выходят сюда. Мне кажется, вот этот набор, который нам подарили для меня в этой столице, я себе выписывала список того, что я куплю. Я хотела приобрести себе масштабо. Но когда компания подарила нам вот это, давайте вместе посмотрим. Нам сегодня его презентовали. Такой нам порт. По ощущениям она намного мягче, чем у нас была. Корс более коротенький, мягкий. Вообще, зачем нам нужна эксфолиация, либо очищение от шелушивания клеток кожи? Если мы не будем проводить эту процедуру регулярно, просто-напросто крем, либо любая сыворотка, которую вы будете покупать, пусть это будет самый крутой, самый дорогой крем, работать крем не будет. Да, он останется на поверхности, вы его будете размазывать по мертвым клеточкам. Максимум, что сделает этот крем, это просто смягчит вашу кожу, смягчит мертвой клеточки, но ни о каком глубоком проникновении речи идти не может. То есть, по сути дела, ваш крем будет бесполезный и на уровне самого дешевого обычного крема. Давайте я нарисую кожный барьер. Здесь у нас солнышко, чтобы мы понимали, а вот тут у нас рождаются новые клеточки. В среднем за 30 дней молодые живые клеточки, они двигаются к поверхности. Приплюснутые, это мертвые клеточки. И когда вы стареете, если в молодом возрасте это идет 30 дней, то когда вы стареете, то этот период может быть 60 дней, а может даже и 120 дней от 50 лет и старше. И чем старше вы становитесь, тем все больше и больше старых клеток накапливается, тем самым образуя толстый серый слой. Таким образом у вас получается сероватый оттенок лица, пигментные пятна. Когда вы когда-то вашу кожу чем-то стрессовали, например, солнцем. Что делает отшелушивание? Отшелушивание помогает вам убрать, минимизировать вот этот слой мертвых клеток, сделать его тонким, тем самым инстимулируя, двигаясь к поверхности новым и новым клеточкам кожи. Поэтому, когда у вас кожа подготовлена, любой крем, любая сыворотка будет проникать глубже и действительно питать ваши новые клеточки, а не мертвые вот этот вот никчемный слой. Аппаратный пилинг делится на два подвида. Это обычный, механический, когда идет вращательное движение. Это более простой, более травмирующий вашу кожу. Когда идет нежная, легкая полировка, отшелушивание при помощи щеточки, которая вращается. Действие же этого аппарата основано на том, что щеточка лишь соприкасается с вашей кожей и делает 12600 вибраций в минуту, либо 210 вибраций в секунду. Представляете, насколько микрочастотно идет колебание? Как он действует? Слышите, он идет за боковые волны и вот так вот выбивается, вытягивается из ваших кож, вся идет грязь. Такой аппарат изобретен достаточно давно и вы часто слышали о нем. Это фирма Clarisonic, самых популярных фирм, которая продает аппараты такого типа. Но готовясь к этому видео и хотела посмотреть у Clarisonic, есть ли щеточки, как пользоваться щеточками, которые делают массаж, железными щеточками. У них такой щеточки не обнаружила. Мало того, я нашла официальный сайт Clarisonic, который закрылся с 1 января 2018 года. Держу в ванной комнате, потому что процедуру делаю именно в ванной и только под душу. Мне это удобнее. Этот аппарат имеет три режима. Первая щеточка очень нежная, мягкая щеточка с коротеньким ворсом. Достаточно большая поверхность. То есть в отличие от этого аппарата, вы видите, насколько это большая поверхность. То есть быстрее происходит очищение. Если раньше на аппарат SkinPro я наносила еще и мой любимый скрабик и делала процедуру 2 в 1. Такой травмирующий, мега крутой пилинг. Это я могла себе позволить, потому что у меня очень жирная, толстая кожа. В Токио задав вопрос ведущему косметологу из Швеции, можно ли на этот аппарат наносить еще и скраб. Она сказала, ни в коем случае нельзя. То есть любое очищающее средство вы можете использовать. В идеале этот аппарат разработан и есть специальный режим. Он рассчитан на определенное время. Он зажужжал 20 секунд. Мы мягко очищаем наше лицо, еле-еле такими легкими движениями передвигаясь. Вот так, тем самым полируем лицо. После того, как пройдет 20 секунд, аппарат зажужжит. И мы переходим с вот этой зоны. Вот, слышали? Мы переходим с подбородка, зону и хорошо прочищаем наш нос. После этого, когда аппарат зажужжит, мы 10 секунд очищаем одну щечку и 10 секунд мы очищаем другую щечку. После этого, как мы очистили наше лицо, мы переходим к зоне декольте. И тут, конечно же, понятно, что мы не укладываемся во время, поэтому мы включаем этот аппарат и переключаем на другой режим. Первый щелчок будет такой более сильный режим, и мы очищаем нашу шею и зону декольте. Если у вас более чувствительная кожа, вы хотите щадящий режим, вы нажимаете еще раз нижнюю кнопочку, и вы слышите, что ультразвуковая и ультразвуковая вибрация, она стала меньше, это более щадящий режим. Также вы можете его делать на все лицо. Но процесс очищения кожи у вас не должен занимать более двух минут. Аппарат уже делает 210 колебаний в секунду, но куда еще быстрее. И мое первое знакомство с этим аппаратом было, думаю, ну, все-таки вот к SkinPro я привыкла. Когда я нажала на кнопочку и увидела, что он просто вот как-то вибрирует, да, я не поняла. И даже какое-то вот, ну, думаю, неизвестно, как он очистит лицо. Но когда прошло первое очищение, я была, честно говоря, в шоке, что мое лицо никогда не было так очищено. Оно просто дышало, оно такое классное. Я увидела, я подошла к зеркалу, я начала рассматривать мои поры, особенности вот поры вокруг носа. Ну, вы сами знаете, да, здесь, особенно у кого жирно-комбинированная кожа, да, я увидела свою кожу совершенно другой. Есть два противоположных мнения. Одни косметологи говорят, так же, как и в инструкции написано, что этим аппаратом можно пользоваться два раза в день, утром и вечером. Есть люди, которые использовали кларисоник, ну, подобный аппарат, они пишут, что этим аппаратом можно пользоваться только два раза в неделю. Почему? Потому что, да, вначале можно пользоваться каждый день, когда вы сняли вот этот толстый барьер кожи, вот эту вот толстую грязь, пыль, мертвые клеточки сделали, провели, привели вашу кожу в порядок. После этого вы пользуетесь уже вот два-три раза в неделю, два раза, один раз в неделю. От чего это зависит? То есть, если у вас жирная комбинированная кожа, которая вырабатывает очень много жирного и сального секрета, тогда да, вы очищаете два-три раза в неделю. Если у вас нормальная кожа, достаточно одного раза в неделю. Если у вас сухая кожа, а, возможно, еще и чувствительная, то я бы вообще подумала бы о том, стоит ли вам пользоваться этим аппаратом. У вас и так тонкая кожа, не надо ее травмировать. Будьте внимательны, кому не подойдет этот аппарат, мы считаем, изучаем внимательную инструкцию. Во-первых, проконсультируйтесь с врачом, если у вас идет период беременности и лактации, то есть все-таки вибрация, она как-то действует. Далее, не используется, если у вас кардиостимулятор, не используется, если у вас проблемная кожа, угревая, сыпь. Ну, это понятно, да, вы просто-напросто будете развозить и еще больше травмировать вашу кожу. Не используется во время болезни или после операции, после проведенной косметической процедуры, после особенности после инъекционных процедур. То есть здесь нужно спросить у косметолога, когда можно будет пользоваться подобным аппаратом. Также не рекомендуется использование этого аппарата после длительного пребывания на солнце. Не используется также, если у вас купероз, сеточка и в особенности, если у вас дряблая кожа, соответственно, вот эта вот вибрация, она вам только усугубит положение вашей кожи. Есть очень много противопоказаний и нужно понимать логически, почему этим аппаратом в это время пользоваться нельзя. Этот аппарат будет идеален, у кого жирная, проблемная кожа с маленькими высыпаниями, но это не угревая сыпь, которая вот воспалившаяся, просто шикарно. Этот аппарат я планировала также запустить буквально там 10 дней, 2 раза в день, утром, вечером. Но как-то не получилось, я стала также использовать 3 раза в неделю, когда мою голову через день. И вы знаете, вот кожа стала другой, вот кожа стала другой. Я чувствую, что она какая-то другая, она обновленная. Крема работает совершенно по-другому, она чистая, свежая. Все косметические продукты, тональный крем, праймер, он по-другому лежит. Для меня это реальная находка, это очень круто, но это только первая-первая функция. У нас уже пошло обсуждение в чатах, куда мы денем вот такие старенькие аппараты. Я забрал его муж, потому что все-таки насадки должны быть индивидуальные. В своей жизни я еще ни разу не посещала косметолога с целью очищения глубокого пилинга или лазерной шлифовки. Когда я консультировалась с профессионалами, они мне говорили, что в принципе состояние моей кожи не нуждается в такой глубокой очистке. То есть при помощи аппаратов, при помощи нашей косметики, скрабов с HBH и кислотами я очищаю кожу. Да, это будет не идеальное состояние, но не требующая процедур профессионального очищения, аппаратного очищения. И тем самым при помощи вот таких аппаратов вы можете ваши походы к косметологу немножечко оттянуть, тем самым сэкономив бюджет. Пилинг. Вы хотите пилинг вашу кожу раз или двадцать в неделю? Один или два газа в неделю? Нет, 20-20-20. Не 20-20. Это просто начинает на ногтях. Как long as you feel nice. So maybe half a minute, a minute. Ну где-то 30 секунд, минута, полторы минуты максимум. То есть, чтобы аппараты... Пилинг. С вашим пилингом. Гелем или молком. Неважно, то есть гелем, молочком. Вот это скраб. Меняется насадочка. Вы ее прикладываете, поворачиваете вправо, и все, так она закрепляется. Эта насадка, она из силиконовых таких вот щеточек. Эта насадка более грубая, и она как механический скраб. Вот так, где она вибрирует, и добивает еще больше грязь, сало. И хочу вам сказать, она действует так же, как и массажер. Я делаю через раз просто обычной щеточкой, и щеточка сначала, и потом вот этот вот как скрабик. Я делаю более глубокое очищение. Мало того, после этого я наношу свой любимый скраб, либо на Вэйдж, либо с другой серии, и продолжаю процедуру очищения, более глубокое очищение, при помощи ЭЧБ, ячейки слон. Так моя кожа, она выглядит просто потрясающе. Почистилась, пилинг сделала, каждый день можно восстанавливать. Вот это, если штуку один или два раза, это каждый день. А шею не надо, да? Это крема, да? выглядит, посмотрите, да? Насадочка. Нажимаете первую кнопочку, потом вторую, и проводим массаж. По каким линиям мы работаем? Видите, такое движение, поэтому будет не слышно, как я делаю. Вот этот уголочек позволяет вам хорошо промассировать вот так вот эти зоны, потянуть. По каким линиям мы делаем массаж? Помните, что все массажные линии начинаются от центра, вот от центра идет вверх, вот так вот, как бы если бы я рисовала, я бы нарисовала вам лучиками. Здесь тоже самое идет вот так, вот так и вверх движениями. Пожим проработать наши бровки аккуратненько, тем самым делаю приток. Что мы по гортани мы не проводим, мы делаем вот так, да, то есть проводим вот этим массажным линиям. В принципе, все. Мне очень понравилось. И знаете, ощущение, когда после вот этой вибрации массаж сделали еще какое-то время, ваша кожа помнит вот эти вот движения, она у вас в тонусе, тем самым крема лучше работает. Эту насадку мы используем после нанесения крема. Мы ждем где-то 2 минуты, когда ваш крем впитается, то есть на этой насадке не будет крема, и уже после этого мы вбиваем этот крем более глубоко в более глубокие слои кожи, вот этой вот вибрации, утрясанием. Кроме того, мы стимулируем наши мышцы работать, потому что, почему стареет кожа? Потому что наши мышцы очень мало двигаются, а вот этими вибрациями мы стимулируем работу как на тренажере, да, мы искусственно пачаем нашу кожу. Подведем итог. Это бомбический гаджет для комбинированной жирной кожи. Он стоит 4 тысячи рублей, что, согласитесь, в отличие от колорисоника, очень даже приемлемая цена. И вы можете приобрести его по акциям. Акции, конечно, в каталогах разные. Но если вы же хотите еще больше сэкономить и приобрести еще на 20 процентов дешевле, просто пишите в личку. Мы оформим вам постоянный дисконт в компании Арифлейм от 20 процентов. Также вас прошу написать в комментариях, пользовались ли вы этим аппаратом. Какие у вас впечатления? И до скорых встреч. Пока-пока!